Компания Acoustic Group представляет инструкцию по монтажу Zips Z4. Система для дополнительной звукоизоляции стены перекрытий с функцией выравнивания поверхности. Каждая панель поставляется с универсальным комплектом крепежа, в который входят универсальные саморезы длиной 140 и 110 мм с конусной шайбой и дюбелем, анкеры длиной 92 мм для пустотелых плит перекрытий и 112 мм для полнотелых, саморезы для гипсоволокнистых и гипсокартонных листов, а также СТ-прокладки для увеличения относа панели от поверхности. Для удобства монтажа на расстоянии 150 мм от стены или перекрытия при помощи лазерного оси построителя формируется плоскость. Затем с помощью щупа линейки определяется самое выступающее место поверхности и первое базовое значение. Равное разности величин относа лазерной плоскости и самого большого выступа поверхности. Из полученного первого базового значения вычитается толщина сэндвич-панели Zips Z4 – 43 мм. Таким образом вычисляется второе основное базовое значение расстояния от лазерного луча до поверхности будущей облицовки. Именно это расстояние на протяжении всего монтажа контролируется по всей плоскости шаблоном или линейкой. К боковым стенам, полу и потолку звукоизолирующая система Zips Z4 примыкает через два слоя виброизолирующей ленты Vibrostec M, которая наклеивается при помощи герметика Vibrosil. Коммуникации, проходящие через панели, также оборачиваются материалом Vibrostec M в два слоя. Монтаж сэндвич-панелей ведется снизу вверх слева направо. У первой панели подрезаются гребни по короткой и длинной стороне, у следующих панелей первого ряда только по длинной стороне. Для успешного монтажа всей конструкции необходимо правильно установить и вывести в заданную плоскость первую панель. При перепадах защищаемой поверхности менее 20 мм используется панель со штатными опорами. В местах от носа панели более 20 мм на регулируемые опоры дополнительно крепятся самоклеющиеся СТ-прокладки толщиной по 10 мм каждая. Максимальный перепад выравниваемой поверхности не должен превышать 50 мм. После того, как панель приставлена к защищаемой поверхности, через существующие в ней виброизолирующие узлы выполняются отверстия диаметром 8 мм. Крепежные элементы вставляются в полученное отверстие, забиваются до упора и завинчиваются в виброузел с подложенной под головку шурупа конусной шайбой. При закручивании шурупа оставляется зазор 3-4 мм между его головкой и поверхностью виброузла для возможности дальнейшей регулировки от носа. Локально в местах перепадов более 20 мм используются саморезы длиной 140 мм. Затем при помощи шуруповерта с шестигранной головкой на 3 мм устанавливается зазор панели от изолируемой поверхности в соответствии со вторым базовым значением. При выравнивании положения панели необходимо использовать все шесть регулировочных винтов. После выравнивания плоскости необходимо утопить головки шурупов в поверхность виброузлов не более чем на 1-2 мм. При монтаже на перекрытие после завершения регулировок два центральных узла панелей Zips Z4 в соответствии с требованием пожарной безопасности закрепляют при помощи металлических анкерных винтов. Панели монтируются со смещением поперечных стыков в соседних рядах. Разбежка стыков должна составлять не менее 250 мм. Панели дополнительно стягиваются между собой саморезами по ГВЛ с шагом 150 мм. При замыкании ряда панель может подрезаться, при этом подрезанная часть переходит на следующий ряд. Размер обрезанного фрагмента панели должен быть не менее 200 на 600 мм и иметь два узла крепления и две регулируемые опоры. При размерах панели более 400 на 600 мм регулируемых опор должно быть не менее 4. Сэндвич панели раскраиваются при помощи электролобзика или дисковой пилы. В случае попадания линии подрезки на места установки регулируемых опор их необходимо демонтировать и переклеить на нужный фрагмент с относом от подрезанного края не менее 50 мм. Если сэндвич панель полностью размещается на поверхности стены, ее монтаж осуществляется только с помощью шести виброузлов крепления. Если стеновая панель подлежит обрезке, используются все доступные узлы крепления. Для установки опоры в звукопоглощающем слое на тыльной стороне панели при помощи ножа удаляется фрагмент минеральной ваты размером 50 на 50 мм. Для регулировочной шпильки в слое ГВЛ просверливается отверстие диаметром 7 мм. Регулируемая опора вклеивается в подготовленное место при помощи герметика вибросил или термоклея. Дополнительные опоры снимаются с неиспользуемых обрезанных фрагментов панелей. После завершения монтажа следует дополнительно проверить зазор между головками шурупов и поверхностью панелей, во избежание появления акустических мостиков. К поверхности панелей Zips Z4 закрепляется финишный слой листов Aculine толщиной 12,5 мм, с шагом саморезов по вертикали 200 мм и 400 мм по горизонтали. Саморезы не должны попадать на виброузлы сэндвич панелей. Излишки выступающей ленты Vibrostec M подрезают в уровень с финишным слоем листов Aculine. Швы заполняют виброакустическим силиконовым герметиком. Монтаж звукоизолирующей панельной системы Zips Z4 закончен. Максимальное отклонение поверхности по вертикали не более 2 мм на 1 м, по горизонтали не более 3 мм на 1 м. Конструкция стены готова к финишной отделке. На выполненную облицовку допускается монтаж навесного оборудования с использованием универсальных дюбелей 8 на 40 мм. Максимальная нагрузка на 1 погонный метр конструкции составляет 60 кг. Acoustic Group, проверенный инженерами, доказано временем.